Режиссер культового сериала «Бригада» Алексей Сидоров в интервью признавался в том, что экранные герои не имели конкретных реальных прототипов. Создатели картины ставили перед собой задачу сделать собирательные образы, но при написании сценария они все-таки консультировались с милицией и спецслужбами, а также с представителями криминалитета. Однако считается, что в итоге ключевым прототипом главного героя Саши Белого стал крестный отец 90-х, глава Ореховской ОПГ Тимофеев Сергей Иванович, также известный как Сильвестр. Тимофеев родился 18 июля 1955 года в деревне Клин Новгородской области. Будучи еще школьником, Тимофеев работал трактористом в колхозе и вел спортивный образ жизни, увлекался гирями и упражнениями на турнике. В 1973 году Тимофеев был призван в армию. Службу он проходил в Москве, в элитном кремлевском полку. После армии Тимофеев окончательно перебрался в столицу. Он поселился в общежитии в районе Орехова-Борисова. Уже в Москве Тимофеев серьезно увлекся рукопашным боем и даже вскоре стал инструктором в управлении жилищно-коммунального хозяйства главмастроя. Сохранился известный адрес помещения, в котором Тимофеев, он же Сильвестр, проводил тренировки по карате. СПТУ 168, Шипиловская улица, дом 37, корпус 1. Вскоре Тимофеев женился. Чтобы обеспечивать семью, ему приходилось одновременно работать слесарем и заниматься частным извозом. Однако это не приносило доходов, соответствующих его амбициям. С местной шпаной Тимофеев связался в середине 80-х. Ореховские пацаны искали молодых, физически крепких ребят для охраны наперсочников. Тимофеев и еще несколько парней из секса рукопашного боя, которым нужны были деньги, охотно подписались на это дело. Также он сумел приобщить к своей банде представителей множества других популярных на то время нелегальных профессий – автоугонщиков, наперсочников, катал, шулеров и других. Его банда стремительно завоевывала авторитеты, быстро получила известность в криминальных кругах столицы. Вскоре Тимофеев первый раз попал в Петровку-38 по обвинению в организации массовой драки с представителями азербайджанской диаспоры. Это довольно известная история. Уроженец Азербайджана отказался платить за проигрыш в наперстке. Ребята с Сильвестра разбили ему голову, но пострадавший этого просто так не оставил и привел на подмогу своих. Когда группа азербайджанцев прибыла, они сразу приступили к поискам главного бригадира – Тимофеева. Тимофееву удалось скрыться, но он потерял свою машину «Москвич», так как азербайджанцы расколотили ее в пух и прах. Тимофеев был задержан сотрудниками, но несмотря на требования руководства найти повод для возбуждения уголовного дела в отношении Тимофеева, следователь, опираясь на фактические материалы следствия, решил освободить его. Также в начале криминальной карьеры у Тимофеева была кличка «тракторист». С одной стороны, она являлась довольно унизительной и напоминала о первой деревенской профессии, но с другой описывала жесткий менталитет Тимофеева – на врагов он наезжал как трактор. Кличку, по которой Тимофеева впоследствии все и звали, он получил, потому что он очень любил боевики с участием Сильвестра Сталлоне и пытался всячески подражать его персонажам. Горбачевский закон о кооперации 1988 года, разрешивший гражданам заниматься бизнесом, стал настоящей золотой жилой для преступных группировок. Теперь основным родом деятельности Тимофеева и его бригады стал рэкет. В конце 80-х бригада Сильвестра уже имела несколько серьезных конфликтов с представителями чеченских ОПГ, которые стремительно завоевывали московский рынок Южный порт. Говорят, что Сильвестер боролся не только за кусочек лакомого криминального пирога, но и за, так сказать, национальную идею. По неофициальным данным, за это его уважали даже местные правоохранительные органы. Во второй половине 80-х на западе Москвы уже сформировалась знаменитая Солнцевская ОПГ, лидерами которой являлись Сергей Михайлов, Михась, Виктор Аверин и его младший брат Александр Аверин. На правах бригадира к ним примкнул и Сергей Тимофеев. Примерно в это же время началась первая практика рэкета крупных бизнесов, и Сильвестер сделал наезд на первый кооперативный банк Григория Лернера, партнер банк. Однако наезд этот закончился не так плохо для последнего. Впоследствии знакомство Сильвестера и Лернера перерастет в взаимовыгодное сотрудничество. Выпускник МГУ Григория Лернер станет главным бухгалтером Ореховской ОПГ. В конце 80-х в поле зрения криминальных группировок попал шоу-бизнес. Артистов, которые колесили по стране, трясли все, кому не лень, начиная от провинциальных бандитов, заканчивая представителями серьезных ОПГ. По некоторым слухам, Сильвестер вымогал деньги у самого Владимира Кузьмина, российского певца, который на тот момент был в отношениях с Аллой Пугачевой. Конфликт Сильвестера и Примадонны на этом не закончился. Через несколько лет Пугачева планировала открыть свой собственный театр песни на месте разрушенного и никому не нужного театра форум на Садовом кольце. Мэрия дала добро, но Сильвестер высказался против. Криминальный авторитет заявил, что без его ведома в Москве ни один театр не открывается и не закрывается. В 1989 году Тимофеев вместе с Сергеем Михайловым и Виктором Авериным были взяты под арест. Их обвиняли в вымогательстве по отношению к оперативу фонд. В итоге из лидеров Солнцевской ОПГ был признан виновным только Тимофеев. В июле 1991 остальные лидеры Солнцевской ОПГ вышли на свободу, а Сильвестер остался досиживать еще полгода. В это время Михайс собрал все свои бригады, включая Тимофеевских, и объединил их в одну структуру – Солнцевские. Видимо, он планировал, что Сильвестер после освобождения вернется под его начало и как раньше возглавит одну из бригад. Но освободившись, Сильвестер отказался от роли всего лишь бригадира и стал создавать свою собственную организацию по схеме Солнцевских, то есть состоящих из разных бригад, но объединенную одним лидером. Именно эта группировка и войдет в историю как Ореховская ОПГ. Отдельного внимания заслуживает имидж Сильвестра. Поначалу он, как и все остальные, придерживался бандитской моды, то есть носил спортивные штаны и кожаную куртку. Однако, когда его ОПГ оказалось на самом верху криминальной иерархии, он стал носить исключительно дорогие деловые костюмы и требовал этого от других членов своей банды. Сильвестер стал известен не только в пределах столицы, но и во всем СНГ. По некоторым неофициальным данным, есть информация, что Тимофееву предлагали вступить в ряды воров в законе, но по личным соображениям Сильвестер проигнорировал данное предложение от воров. В сериале «Бригада», как вы помните, тоже есть похожий на этот момент. В 1994 году Тимофеев женился на Ольге Жлобинской. Их познакомил Лернер. Брак был исключительно фиктивным. Главной целью Сильвестра было получение гражданства Израиля. Ольга также возглавляла Московский торговый банк, который был в полной собственности Сильвестра и обслуживал разные ОПГ. Но со стороны этот банк создавал впечатление вполне прозрачного бизнеса. В 1992 году Тимофеева завербовали органы госбезопасности. Сильвестер сам с удовольствием шел на контакт с правоохранительными органами еще с 80-х годов. Он предлагал следить за порядком на юге Москвы взамен на неприкосновенность его людей со стороны милиции. В 1993 году Тимофеев вступил в конфликт с кавказским криминальным авторитетом по кличке Глобус. Сильвестер и Глобус одновременно преследовали одну и ту же цель – завладеть правами собственности ночного клуба Орликина. По классике жанра Сильвестер решил ликвидировать конкурента, обратившись к наемному убийце Александру Салонику. Невинные жертвы, кстати, часто были фирменным знаком расправ Сильвестра. Особенно страшной была попытка покушения на вора в законе Андрея Исаева по кличке Роспись. Люди Сильвестра подогнали к подъезду дома, в котором жил Исаев, заминированный автомобиль и подорвали его, когда авторитет выходил из дома. Роспись выжил, телохранитель погиб. Также на месте погибли еще две школьницы. При покушении людьми Сильвестров на лидеров Измайловской ОПГ погибла официантка в кафе, а при убийстве лидера курской группировки было застрелено трое прохожих. А Рейховские никогда не соблюдали норм и законов воровского мира. Сильвестр и его люди напрямую заявляли ворам в законе о том, что их время закончилось вместе с Советским Союзом. Жестоко расправлялся Сильвестр и с членами своей бригады. Смертельный приговор выносили даже за мелкую провинность. Казнь отступившегося, как правило, была показательной. Сильвестр собирал членов банды в лесу на лужайке, прилюдно зачитывал провинившемуся проступок и лично приводил приговор в исполнение. В 1994 году коммерческая структура Бориса Березовского «Автомобильный всероссийский альянс» внесла на счета Московского торгового банка значительные денежные средства. Но вот обратно деньги получить было проблематично, потому что банк задержал выплаты денег Березовскому. В том же году было организовано посягательство на жизнь самого Бориса Березовского. Автомобиль олигарха был заминирован и взорван, водитель погиб, а сам Березовский отделался ранением средней тяжести. Этот факт привлек к себе максимальный интерес со стороны прессы и общественности. Президент Российской Федерации впервые официально заявил о том, что в России царит криминальный беспредел. 13 сентября 1994 года была взорвана машина Mercedes-Benz, в которой погиб сам лидер Ореховских. Как утверждает следствие, в авто была заложена взрывчатка. Подрыв осуществили с помощью радиосигнала, когда Тимофеев воспользовался услугами сотовой связи по мобильному телефону. Интересно, что охрана Сильвестра состояла из 19 человек, но в тот роковой день он оказался в машине один. Отсюда сразу вытекла версия того, что Тимофеева подорвали его же собственные люди. Однако некоторые считают, что убийство авторитета было исценировкой. По их версии, Сильвестер сделал нехитрую пластическую операцию и по чужой фамилии живет за границей. До сих пор подлинно неизвестно, кто совершил покушение на Тимофеева. Существует множество вариантов и мнений, которые противоречат друг другу. И это неудивительно, потому как за свою недолгую жизнь Сильвестер нажил в себе очень много денег и еще больше врагов. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok